Музычко! Значит, второстепенное задание, где, сейчас покажу, вот, вот здесь, где мы лося валили, это, короче, задание, если вы помните, того мужика, который нам давал лодкой управлять, он же нам говорил, типа, найди нас потом, что-то где-то как-то, вот, да, Марко Драгич, найди нас, он говорил, а я, когда охотился, искал пуму, и вот здесь я, короче, наборолся на его доме, в общем, поедем сейчас посмотрим, что там у него интересного, блядь, такие погоды тут отвратительные просто, А потом, выполним задание здесь и поедем к деду Хозии в лагерь, там, вроде, осталось одно сюжетное задание, но на данный момент, возможно, появится еще, возможно, глава закончится, этого я не знаю Блин, реально, какие отвратительные тут у вас погоды, да не надо наклоняться, я, если что, я забыл уж, как играть, я давно, а что ты заперся-то, пасхуды, да прекрати Давненько уже не играл, в РДР-ку уже неделю, наверное, вот, но сейчас будем вспоминать, походу Блядь, может, ты меня впустишь? Спасибо Эй Есть кто дома? У меня опять новый лук, если вы заметили Если вы пришли меня грабить, я довожу до вашего сведения, что у меня есть оружие Которое растворяет внутренние органы От вас останется только лужа на полу Откуда ты это говоришь? Профессор, я не собираюсь вас грабить Это я Я помог вам на пруду В самом деле? О, действительно Фигляр, эй Привет Надеюсь, я вам не помешал Разумеется, ты мне помешал Я почти решил самую большую проблему человечества, а ты все испортил нахуй Я? Нет, но я испортил И я никак не могу настроить молниеприемник Итак Это геометрия жизни Великая теория силы Великая теория теорий Осталась лишь одна большая проблема Может, я и решил ее Я не могу все выставить как надо Что я не понял Ну, конечно, не понимаешь Помоги мне отрегулировать Я сейчас все покажу Вот, возьми Ну, из меня хреновый ученый Пожалуй, ты американец Наука не твоя стезя Но фигляр из тебя выйдет хороший Иди А он что, меня хочет заставить вставить в молнии отводы? В твоих руках детектор И Нить на кава вспыхивает, когда детектор указывает на места для молниеприемника Так Иди по вспышкам вверх по холмам И установи молниеприемник Где свечение будет ровно Когда все три молниеприемника будут установлены В стержню ударит молния И мы укротим силу природы Чтобы создать жизнь Какая-то отсылочка к Франкенштейну, по-моему Так Удерживая Л2 Отклоняйте ее, чтобы найти электрические поля С помощью детектора Ага Кажись туда Сейчас Блин, сейчас молния как долбанет меня Потом только говно останется сошкрести с деревьев Еще и волки воют Ну, замечательно, блядь Так, нет Туда нам не надо Короче, вот, четенько вот сюда Это же волки воют Я ничего не путаю Или у меня глючит уже Нет, походу не глючит А давай-ка я это самое Дорогой мой друг Возьмем-ка мы в левую руку пистолет Вот, и А, нет, так не получится, да? Ладно, я понял, где он есть Теперь этот сраный молниеприемник А, во, нашел И все же, почему бы нам в левую руку не взять пистолет Я не понимаю Волки воют очень подозрительно близко Так Вот отсюда Нет Сюда Вот сюда примерно Опа Что-то какое-то опасное занятие Мне оно категорически не нравится Но хочется посмотреть Франкенштейна По-любому Мы же еще заходили Там на каталке у него Ну, такая поднятая каталка Там стоял какой-то Лежал какой-то Лежал, стоял, в общем, какой-то чел Накрытый покрывалом Вот Так Поставить Хорош Так, давай теперь отойдем отсюда Нафиг Хорошо Теперь найди точку для второго молниеприемника Ага Короче, туда О, можно побыстрее все это делать Что-то я не сообразил сначала, что можно Ты отлично справляешься Наверное, вон там где-то На горе, да? Пойдем Помни, это ради блага Всего человечества Ты лучше моего прошлого помощника Надеюсь, ты проживешь Дольше, чем он Сука Если я не проживу дольше То я тебя с собой заберу, мужик Если у меня хоть чуть-чуть молния ударит Хоть немножко электричество Меня долбанет Я тебе этот молниеприемник Квачко засуну Возможно, сразу все три Блять Фух Сука Крипота Есть Давай отойдем Два есть Остался один А ты жив Все еще Так Пошли Ну, не зря тут волки воют Вообще неспроста Жизнь и смерть Уравнение создателя Оно открывает все двери Мы уже близко Ты можешь это почувствовать Поспеши Эксперимент должен продолжаться Да я не так спешу Еба народ Ни хуя себе Это ведь не ты, правда? Славно Славно К твоему счастью Это не... Да не войте Блять Страшно, сука Вон он сидит Петушара Вон, даже два Так, давай быстрей Это сейчас волки на меня нападут Надо что-то с этим делать будет Потрясающе Невероятно Возвращайся в лабораторию Так, побежали нахуй отсюда Волки так опасно воют Давай мы возьмем штуку А... Где... Блять Ага Ну ладно Тогда вот так Хотел взять рыбовик А он остался на кобыле Тихо-тихо Спокойно Ничего страшного Чуть-чуть на попке прокатились А... А куда я бегу? Мне же вон сюда Блять Не видно ни пизды в темноте Волкам как бы не до меня, я так понял И по кайфу просто выстоять И это хорошо Это не может не радовать Да, где-то тут молния-приемник История принадлежит нам Важное Важное обстоятельство Тайны природы И жизни Славный день Он немножко того, мне кажется Так, хорошо Добрались вроде норм Волчок нас не цапнул за бачок Чудесно Ходил бы с детства в школу Может понимал бы сейчас, что происходит И что теперь? А теперь Я стану вторым существом После самого Господа Бога Который привнесет жизнь На эту землю Например Вот так Четкая-то хуйня Я че-то проглядел Рубильники Проклятые рубильники Так Заберись вон туда И перекинь их Посходи, пожалуйста Блять Ну ты прилипала Ну пойдем посмотрим А как Че нажимать А все, вспомнил Типа лестница должна быть А вот все вижу Типа лестницу Ну не типа А прям лестницу Самостоятельная Все как положено Черт бы меня бобрал Во что я, блять, ввязался Во что-то интересное Крипово Страшно ужасное И мне это определенно нравится Рубильники на щите Ключишь один Другой выключится И? Тебе нужна тройная иллюминация Так что пощелкай Пока не получишь желаемое Просто скажи Какие из ебаных рубильников Должны быть включены Я инженер в области Невидимых волн А не в области электротехники Ясно? Для твоего же благо Надеюсь, что я тут Не поджарюсь, блять Ну давай смотреть Так, это Выбрать рубильники Да, ну давай начнем Попробуем вот с этого Давай вот этот Они же вверх должны быть включены Или? А, вниз Вниз должны быть рубильники включены Получается Давай средний тогда Вниз Оп Четенько Блять Ну сейчас волки точно Мне придут Если давать Я бы на твоем месте не стоял Тут дядя Артур Заработало Заработало Спускайся сюда Скорее Сейчас я, блять, спущусь Подожди А как? А, все, понял Сейчас я спущусь Да блин Забываю постоянно Как бегать Ты готов? Ну да Может со второго раза сработает Со второго Скорее Семитысячного Это Струг всей моей жизни И он невероятен Ну, блять Я думал там Франкенштейн какой-нибудь Смотри А он тут терминатора построил Довольно-таки успешно На удивление Он ожил Мой сын Боже Но это по-любому Отсыпать Франкенштейна Чье это? Это сама жизнь А те кретины Сомневались во мне И сделали это вместе Патентов Мне можно отсыпать чуть-чуть? Згляни на него Разве он не прекрасен? Пизды Недолго музыка играла Недолго фраер танцевал И это все? Пока-то Я так рад Ты лицезрел чудотворение Я лицезрел только как машина проволочилась пару шагов Я обрел сына Я самый счастливый человек на земле Я Эти кретины Они во мне сомневались Давай, до встречи Да-да Прощай У него чуть-чуть кукуха, по-моему Тррррть Вот так вот Поехала Ну прикольно, кстати Мне понравилось Интересно, еще будут задания с ним или нет? Так, кобылка где? О, у меня на карте моргает письмо Эээ Нет Карту мне дай, пожалуйста Че за письмо? И зачем оно моргает? И где, подожди, оно вообще находится? Ну, находится, скорее всего, на ближайшей почте Вот Вот-вот, че-то тут со всей силы моргает Вот-вот-вот И че бы это могло значить? Я ХЗ Ну, в принципе, можем доехать, посмотреть Тут один фиг рядом Так что помчались Блять Вот это я попал! Сука, нет! Отойди! Нахуй ты пестик свой достал? Сдохни! Ха, хорош! Испытание выполнено Вот так вот Другой раз подумаешь Прежде чем на меня выпендриваться Превосходная шкура пумы Даже нихера себе Вообще нормально Так, че там? Используйте приманку Чтобы последовательно выманить И убить травоядного и хищника Ага Ну, это на потом Кобыла где? Кстати, кобыла подставила вообще жестко Иди сюда, блять! Кидала Съебалась энергично быстро Когда, блять, на меня пума напала Ты че, перть Ой, перть, ты гдык Хотя ты перть еще та Так обосраться, блять Подставить начальника Хозяина, то есть Аннезберг вообще прям такой Промышленный-промышленный городок Все в говне какой-то В грязи Бревна какие-то валяются Кирпичи Ну, вообще такое себе Норильск на минималках Дымит все Заводы какие-то Индустриализация, ептать Так, молодой человек По сторонам Смотрим куда-то по дороге Идем Заебали вы меня, дебила Че, че, че Все равно, что со стеной разговаривать Ну, а че ты от меня хочешь? Я хочу, чтобы ты бросил работу В этой шахте, хорошо? И что, мне опять взяться за воровство, а? Я обеспечиваю семью Ты не сможешь нас обеспечить Если у тебя легкие отвалятся Пойдем посмотрим А если опять случится обвал? Я тебе уже сто раз говорил Ну да, конечно И кто же все изменит? Ты, Джеймсон Он тебя в могилу сведет Здрасте Ничего, что это тут самое Хватит Я пошел зарабатывать на пропитание Здравствуйте Извините Охо Да блядь Да за что? Сука Я ж, блядь, просто стоял рядом Вот мудила, блядь Пошел нахуй, мужик Я тебе будку снесу, будешь Ах ты сучара Вот, блядь, пес Блядь Блядь, противная такая Я тебя трогал вообще Я рядом проходил Пиздец Я еще и виноват Ну нормально, хули Ебал я у вас порядки Шахтеры Пиздать Свои отбитые тут какие-то Нельзя ж так с людьми поступать Хотя это как бы территория его дома Да, я тут какой-то хер Тем более мужик на нервах Вообще шел с женой Поругался В меня врезался И понеслась пизда по кочкам Но все равно я считаю Что он не прав Нихера себе, блин Мудила какой-то Так, у вас есть неоткрытые письма Или посылки? Давай заберем Ну блин, я считаю это нечестно Одно дело, когда ты быкуешь на людей И потом у тебя падает репутация А другое дело, когда на тебя кто-то быкует А ты даешь сдачу И ты все равно виноват Хуйня какая-то Забрать почту Давай, что мне там пришло? Письмо от Шарля Шатне О Давай Давай, почитаем Дорогой друг Я сделал это Мое лицо греют солнечные лучи Мои ноги взрываются в песок А мою постель согревает Отличное женское тело Эти острова еще прекраснее, чем я воображал Ты не поверишь Ты не поверишь себе Увидев это солнце и краски А какие тут люди Все так ярко Так полно жизни Ничего и никого подобного Сэн Дени не увидишь, конечно Я будто попал в другой мир Впрочем, это так и есть Может тебя это удивит Но ты мой единственный настоящий друг Из тех мрачных безотрадных дней Ты ни о чем не просил Ты лишь отдавал Как это прекрасно и как редко Я ненавижу Да завали пиздак Спасибо Как это прекрасно и как редко Я ненавижу эгоистичных ублюдков Еще больше, чем весь цивилизованный мир Но что есть наша цивилизация Если не организованный эгоизм Я, видишь ли, обязан Сдерживать свои жизненно важные И насущные желания Чтобы только не потревожить Покой ближнего Спас... Тьфу Спасибо не надо Рай на островах Цивилизованный мир Называет примитивным Но здешние люди Самые щедрые Ты заткнешься, блять Самые щедрые В том, что я не могу описать словами Из тех, кого мне приходилось встречать Почему же? Потому что они свободны Я никогда не рисовал так, как сейчас Подобных работ Еще не видел глаз человеческий До того, как отправить это Я послал несколько холстов В Нью-Йорк на продажу Если ты сохранил ту мою мазню Возможно, она теперь кое-чего стоит Продай ее Или посмейся над моей неумелостью Всегда твой ши-ше Ага Я вас понял Иди нахуй Че ты доебался до меня? Я письмо стою, что ли? Вообще у вас город какой-то ебаный О, смотри, на спине остались следы От того, как меня пума драла Можно даже сказать, насиловала Так, ну теперь мы едем в лагерь Где Духозий И да, буду в Сен-Дени проездом Нужно будет не забыть заехать И попробовать толкнуть его мазню Вдруг что-то конкретно Какую-то конкретную большую сумму мы за это получим Ну, не знаю Потом увидим Здорово, здорово Кто там, боевая шлендра? Я что-то не заметил Блин, не увидел Он такая со здоровыми сиськами И с ружьем постоянно тосается тут Так, жрать у вас опять нехер, да? Ну, блядь, че и стоило ожидать Нихуя у вас тут не меняется Где дед? А, вон он Сидеть тут, на болоте Это хуже, чем в аду А, ну можешь уйти Как бы никто не держит Что я не понял Что за шлюший бунт? Че вам не нравится? На болоте им сидеть не нравится Пойди вон утопись Коза Здорово Хузи Эй, Артур Идем Если мы хотим попасть на вечеринку То нужно провести себя в порядок А если мы все-таки едем? Да, старина Датч Ван Дерлинда Наконец-то проявил свою истинную сущность Честолюбец Старый сеньор Бронте Этот подлый змей Пригласил нас на бал, дорогая золушка Поэтому я предлагаю подобрать для тебя платье Сукин ты сын Блядь, я и забыл уже за этого Бронте, прикинь Я вообще забыл, кто это Он сейчас говорит Бронте Я думаю, блядь, а кто такой Бронте вообще? Не помню, нихера А сейчас уже вспомнил, вроде нормально Да, там же какие-то терки были С этим пацаном он там договаривался О, нихрена, я прям во фраке Мы выглядим нелепо Да нельзя Я ни разу не был на балу По правде сказать, я тоже А я напротив, частенько Можно было неплохо навариться О, не-не-не-не-не-не Никакого воровства по карманам Были, чтобы наладить связи Какого рода связи? Не знаю Любые связи Но я знаю наверняка Мы отправляемся на вечеринку к мэру И почетным гостем там Главный жулик города Мы определенно что-нибудь придумаем Хорошо Мы едем на бал Джентльмены, Лука Боюсь, мэр не позволяет носить оружие На официальных приемах После прошлогоднего инцидента Блин, обидно Лука ведет вас к мистеру Бронте Мне кажется, он вас ожидает За мной, джентльмены Давай, веди Че вы его трогаете все? Зачем? А, ну вот хоть один адекватный человек Етить-колотить Какое? Джентльмен Как говорил мой дед Джентльмен А не хуй сосать Вот так вот Синьор Наполь? Ну, пока мэр себя хорошо ведет, понимаете? Я проебал диалог Так, у него есть этот авторитет Хозия, Билл Уведите к гостям Встретимся на заднем дворе После того, как мы поздороваемся с синьором Бронте Идемте, идемте Так, а мне куда? Мне вот сюда А, мы с дачем заслугой И эти пошли на задний двор Понятно А почему все не пошли здороваться с Бронте? Мы че, особенные? Ну, хотя, да Типа, дача главная А я, так Бригадир Атаман Не этот, получается, дача атамана А я этот Исаул Во, блядь, точно Нормально, богато Вы же живете, богато Ага, нам наши пистолеты нельзя Этим уродом ружья можно А, злые колгои Вы прибыли И вы даже помылись Я не копирую за месяц Вот это вечеринка Да, это что-то Хотя я точно не знаю, что То есть Это и есть высший свет в Сен-Дени? Похоже на то Все эти люди Ваши друзья, сеньор Бронте Не, не, не Не совсем, не совсем Но они, несомненно, меня боятся Например, вот это Видите, эту жалкую тварь Это мэр Лемье За день им готов на все То есть, абсолютно на все Политика грязное дело А, да Вон тот тоже Это Альберто Фуссар У него плантация сахарного тростника на острове И он приезжает сюда, чтобы кутить и шляться по борделям О, а вот это Вот это Хобард Кроули Конфедерат Во время войны служил майором Говорят, был героем войны, а это Его очень молодая жена То есть моя любовница Молодая любовница, так это Молодая жена, это неприлично О, краснокожие У меня нет к ним сочувствия Потому что Если ты настолько глуп, что их могут обмануть американцы Значит, они получили по заслугам Да, передай письмо Мэру О, да Это тебя спасет А это Это Хектор Феллоуз Казичий лицемер Может, убьете его когда-нибудь ради меня? Ну, мы просто так никого не убиваем По крайней мере, не за деньги Я не знал, что вы настолько разборчивы Что не захотите помочь другу Я готов сделать все, что в моих силах В пределах разумного Я притворю, что понимаю вас Сэр, я не хотел вас обидеть Я не обижаюсь, не обижаюсь Все эти вульгарные люди Они меня ненавидят Я мечтаю видеть, как вы сдохнете Ну, было Приятно с вами пообщаться Я вижу, что вы очень заняты И поэтому не будем отрывать у вас время Да-да-да, идите веселитесь Общайтесь с этим отребьем Вы с тоской вспомните те времена Когда могли стрелять друг в друга И трахать коров на ферме Вот это были деньки До свидания, джентльмены До свидания Но прежде чем вы уйдете, скажите Какие именно у вас планы? Мы не составляли определенных Ну? Нам понадобятся деньги Деньги Да, конечно Деньги есть на трамвайной станции В нем там собирается много денег Я такими делами заниматься не могу Но вы Как гость, да Как мой гость, сделайте это Ладно, до свидания, джентльмены До свидания Так, парень, несите хорошее вино Так, чё-то этот ублюдос мне вообще категорически не нравится Он, блядь, за кого нас считает Господа, я провожу вас на вечеринку Прошу вас, следуйте за мной Сделайте для меня то Сделайте для меня это, блядь Мы ушли, несите хорошее вино Ты чё нас с саками там поил, падла? Ему пизда Не, не, мы его будем валить Я тебе серьёзно говорю, он мне не нравится Паскуда, блядь Петушара Джентльмены, ещё раз добро пожаловать Сен-Дени Приятного вам вечера Надо с мужиками пойти перетереть И итальянца надо валить, господа Пойдёмте втираться в доверие Так, ну ты поворачиваешь, нет? Чё мы так медленно идём вообще? Ну чё, кому? Пойдём, ватрёмся в доверие Хорошо Найди мэра, если сможешь И не лезь на рожон И ничего не кради Кроме сведений Конечно Хозер, ты найдёшь для нас кто-нибудь, что можно ограбить? Билл, ты поищешь для нас новых друзей А я выясню, знает ли старик Орнелл и этот, как бы чего Милтон, что мы здесь Джентльмены, желаю вам здравствовать Да блять, да хорош толкаться, блять Джентльмены ёбаные Ну-с Пройдёмте Мэр По-моему худоватый мужик с усами Я не обращал внимания, когда он нам показывал мэра Потому что я читал субтитры Но по-моему это был худоватый мужик с усами Пиздец, худоватых мужиков с усами? Обосраться сколько? Так, ну пошли поищем О, невероятное Так, если я буду со всеми здороваться, то у меня повысится честь Это хорошо Будем отбивать А, вот, стоп, 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 вот он Так, Мер А он не хочет общаться что ли? Ты чё, блять, я сейчас ебучку разобью Здравствуйте Чего? Всё усложняют только идиоты вроде тебя Не буду отрицать свой идиотизм, сэр, но возможно сейчас не время для таких разговоров Вы с мэром так разговариваете? Я пищный сопляк Фердинанд, ты пьян? Да не пьян я, дурак Но этот человек Этот человек любит тёмненьких Ты здорово напился Давай мы с тобой пойдём остынем Бери от меня руки Я сейчас тебе руку сломаю Давай проспись Нормально, ещё и вышибал и тут подработал Пиздуй, давай иди отсюда Просто сядь и успокойся Досчитай до тысячи Потом можешь вернуться на вечеринку Это ты уже кому сказал сейчас? Тэээ, товарищ мэр Здрасте Спасибо вам, сэр Всегда пожалуйста Андрей Лемье Надеюсь, вам пришёлся по нраву Так, вы мэр Предположительно Неплохой у вас дом Он не мой А город погряз в долгах Но это не значит, что мы не можем шакануть Вы знаете Эвелина Миллера? Господи Писателя Кажется, теперь нам придётся иметь дело ещё с одним половинным пробойцем Идёмте О! Господи, они восхитительны Самая бессмысленная трата денег, на мой взгляд Купил хуйню за 40 тысяч, чтоб она взорвалась и всё Ну не знаю, как это такое Извините, пардон Извините, пардон Все, пожалуйста Боюсь, мистер Корнелл был очень настойчив Он несколько минут кричал на меня по телефону У мистера Корнелла вместо головы лошади на жопу, причём от бренной лошади Мне очень жаль, сэр Вы не виноваты, это я дурак, что доверился ему Я подойду через минуту Хочу посмотреть на салют Разумеется Он сказал что-то про Корнелла Да Выясним, в чём дело Ага Спокойно Так, мне его надо преследовать, да? Ну, давай Нам тут стелса подвезли Вообще, вот как вы считаете, стоит тратить деньги на фейерверки? Ну вот, честно Ну как по мне, ну серьёзно Это бесполезная трата денег Они стоят сейчас, тем более, неебических денег И всё это ради того, чтобы выйти на улицу Бах, ааа, охуенно, да, вот это бахнуло Ну С таким же результатом можно просто выйти на улицу и посмотреть, как бахают другие Скажите, что я не прав Ну, серьёзно И деньги как бы на месте И заебись посмотрел красиво А, тихо Держитесь подальше Слуды подслушивать Всё в порядке Хорошо, у мистера Бронта есть привычка Бродить повсюду и считать всё подряд Я такой незаметный тут стою Мы зорко следим за ним и его людьми Спасибо, мистер Терапин Терапин Терапин, блять Мистер Терапин Так, ну-ка, давай чуть пошустрей Тихо, тихо Ну не так же шустро Ля-ля-ля Я просто тут хожу Мэр сказал, что он всё подпишет позже Так, а мне попадаться им надо или нежелательно? Не, ну ты уж так не ходи Палишься прям, Артур Мэри Мэри Найди и поколоти эту подлую, блять В этом доме всё должно быть на высоте Ой, здравствуйте Извините, сэр, но вечеринка проходит в саду Дом для посторонних закрыт Надеюсь, вы понимаете Да-да, вообще никаких проблем Извините, я не знал Я не знал В этом доме всё должно быть Что у тебя там должно быть? Пьер, ты в своём уме? Я сказал, ты в своём уме? Иди сюда Посмотри на меня Спалился, блять Ну, второй раз попадаться Ой, блять, не надо Посмотри на меня Думаешь, что ты важная птица? Тебе прекрасно известно, что таким как ты здесь появляться запрещено Прислуга совсем от рук отбилась Блять, спрячься Это последнее предупреждение, мисс Последнее предупреждение А теперь убирайся отсюда Ну, ты гондон, оказывается Консьержка, блять Ты типа чё, смотрящий за хатой и за прислугой? Как-то это Диалог Тебе такие слова известны Договориться Компромисс Нахуй ты руки распускаешь Тем более в отношении женщины Я тебя сейчас буду бить ногами Возможно, даже по голове За такие беспонтовые дела Так Чё там, чё там, чё там, чё там? Чё-то спрятал в ящик Ага Заберите бухгалтерскую книгу из ящика стола Надо его немножко А, он сам ушёл Лох Так, осмотрите, учётная книга Мы умеем вскрывать ящики, Артур, давай Мы сейфы вскрываем А тут сраный ящик Мистера Левитта Корнелла Совершенно секретно Конфиденциально Очень, блять, любопытно Всё Текаем отсюда Посмотреть Чё там ещё? А, письмо какое-то? Ну-ка, давай глянем Вдруг какая-то инфа интересная Так Письмо Анжело Бранте от мэра Лемье Моншер, Анжело Весь город снова в долгу перед тобой А я просто ошеломлён твоей щедростью Твой великолепный подарок станет основным источником финансов Для использования нашей мечты Мы хотим основать в нашем городе университет с мировым именем А, ну понятно, короче Возможно, это нам как-то поможет В наших грязненьких делишках Ну, надеюсь, никто не спалит Вообще, как-то надо с прислугой договариваться в таких случаях Там провести наблюдение Ты видишь, что консьержка вот эта вот Которая ответственная за хату Смотрящая, так сказать, плохо обращается с прислугой Идёшь к прислуге, договариваешься Вот этот мудак тебе бьёт Я сейчас тебе дам 5 рублей Ты вот ему только ничего не говори Мне помогай И всё будет нормально Нашёл чё-нибудь? Похоже на то Ничего Мы зря теряем время А может и нет Артур Джентльмен Больше нам сделать нечего Чё удалось узнать? Здесь, конечно, вращаются большие деньги И кажется, я придумал, как нам перехватить часть из них Большой банк Настоящий, но не сейчас Городской банк? Возможно Набитый деньгами Если мы хотим отсюда уехать То именно это нам и нужно Кроме того, тут есть трамвайная станция, о которой говорил Бронте И ещё, по слухам, тут играют в покер по-крупному Ну же В покер по-крупному это да Только я играть в покер ни хрена не умею Ни по-крупному, ни по-мелкому, вообще никак А вот и Ленни Так, садимся И поедем домой Мне никогда ещё не было так неловко Столько людей, если они просто невероятно довольны собой Весь этот высший свет, это дерьмо, блядь Вот что я вам скажу Это просто, блядь, пытка В этом всё и дело, так? Пусть эти люди сами себя мучают Вот бумаги, которые я нашёл Тебя кто-нибудь видел? Не думаю Видели У меня есть идея Мне нужно подумать Да, меня там немножко видели Но я думаю, это ничего страшного, потому что я сделал вид, что я типа ушёл И всё, как бы И он сделал вид, что поверил мне Ну вот, в общем, как-то так всё и происходило Потом я, конечно, вернулся В интересные времена живём Наверное И что дальше? Уроки танцев? Хороших манер? Скорее, вооружённое ограбление Ага Узей отправился к банку на разведку Они с Эберилом хотят провести пару отвлекающих манёвров И посмотреть, как отреагируют законники Хорошо А, ещё я проговорил с Эберилом Миллером Достойный человек Он помогает тому идейскому вождю Да я тоже его встретил, у мэра От их лица он видел с Эберилом Не переводят отговоры Ну, что кажется, на пароходе много денег Очень много денег Эберил не пытается кое-что для нас разведать Он сказал, что будет ждать у многих портнов Ладно Одно большое дело, Артур, мы уйдём отсюда Мы почти идём домой И где дом? Я не знаю Точно Но мне так кажется А я посмотрю, что там с этими трамваями О которых говорил старик Бронте Ясно Мы идём Домой, по-моему, уже третий месяц Если я не ошибаюсь И это реального времени только Ну, блять, ну реально Сколько? В три месяца в неё уже играю Но она реально здоровая игруха А, чё я выперся-то сюда? Чё, мы ещё успеваем что-нибудь поделать? В принципе, да Или нет? Или давай уже, наверное, закругляемся Вроде бы как логичная нота для завершения Мы выполнили миссию Давай глянем, что у нас вообще ещё есть На следующую На следующую серию На следующую главу Так, подожди Тут уже какие-то миссии мелькали Я что-то видел А, во! Во, вижу Вопросик Незнакомый человек И сюжетное задание Отцы Америки, часть 1 Дача упомянула о том, что Вероятно, банда Может помочь Эвелину Миллеру Пролоббировать с эндени Интересы вождя индейцев Падающего дождя Ясно, понятно Джосая Трелани опять Ага Короче, понятно Ну, это на следующую серию Ну, а пока Ставьте лайк Подписывайтесь на канал Если вам понравилось видео То пишите в комментариях Заебись Чётко С вами был Генныч Всего хорошего Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok